Бонни жила счастливой жизнью, пока ей не исполнилось, 4 месяца. Она родилась в северной части штата Нью-Йорк и проводила дни вместе со своей матерью Буренкой. Но однажды владелец фермы умер, и будущей малышке стало неопределенным, животные фермы подлежали продаже, каждого из питомцев грузили в грузовики и увозили в неизвестном направлении. Маму-корову также загнали в прицеп, разлучив с дочерью. Бонни пережила глубочайший стресс, и когда погонщики зазевались, теленок сбежал с фермы, в лес, да так прытко и настойчиво, что догнать животное не, удалось. Наследники фермы искали телочку повсюду, но не смогли ее найти. Прошли месяцы, о ней не было ни слуху, ни духу. Казалось, с животным произошло непоправимое, однако вскоре о дикой корове стали разноситься слухи по окрестностям. Смелую молодую корову периодически фиксировали фото ловушки и камеры наблюдения местного заповедника, установленные в местах кормления диких животных. Иногда беглянка забредала на поля соседей, благодаря легендарной истории о влюбленной парочке гангстеров, убегавших от полиции, теленка прозвали Бонни. Правда Клайда пока рядом нет. Не стоит тешить себя надеждами, что Бонни хотели изловить, чтобы вернуть на ферму, где ее ждала бы сладкая жизнь. На корову устроили охоту. Но то ли охотники попались никудышные, то ли животные. Оказалось слишком умным, Бонни была все еще жива. Ее периодически видели то на опушке леса, то у кромки, поля. Но близко она к себе никого не подпускала. В округе даже сформировалось сообщество людей и команда Бонни, которые всеми фибрами души хотели, чтобы корова оставалась жить и не попала под пулю или на аркан. Наступила зима. Она выдалась снежной, сугробы достигали метровой высоты. И враги, и друзья телушки понимали, что шансы выжить. У домашнего животного, не приспособленного к дикой жизни, стремятся к нулю. Однако дни сменялись днями, месяцы-месяцами, а животное периодически видели живым. Жители считали это невероятным, пока камера наблюдения не выявила неожиданных союзников. Оказалось, корова прибилась к стаду диких косуль, и те ее приняли. По-видимому, после того, как Бонни сбежала в лес, теленка нашла группу оленей и сделала ее частью своей семьи. Поскольку она потеряла свою первую семью, а крупной рогатый скот животное и стадное, косули помогли. Бонни выжить и приняли ее. Они вместе питались, спали и передвигались, сказал представитель местного приюта для животных. Однако какой бы корова ни была самостоятельной, все же она нуждается в человеческой заботе. Хотя Бонни обрела новую семью в лесу, независимо от того, насколько она счастлива в данный момент, ей необходимо внимание людей. К счастью, местная жительница по имени Бекки не осталась равнодушной. Женщина регулярно подкармливала корову в самые суровые, зимние дни. Она приносила еду, воду, подстилку для сна. В конце концов, женщине удалось заслужить доверие. Бонни, в этот момент Бекки, обратилась к сотрудникам фарм Санктуэри из Дартмута, штат Массачусетс, у которых был большой опыт работы с коровами, в надежде, что они смогут помочь животному. Но все равно выманить Бонни из леса оказалось очень сложной задачей, домашнее животное привыкло жить на воле и боялась приближаться к волонтерам, которые приехали за буренкой. Потребовалось три попытки, прежде чем команда поймала Бонни, поскольку было слишком рискованно пытаться ловить ее в лесу, мы построили загон вокруг места, где обычно кормилось животное, и терпеливо ожидали, когда оно туда зайдет, сказал представитель заповедника. В конце концов, корова зашла внутрь оборудованного металлического загона. Но что дальше? Бонни к тому моменту подросла, поймать ее голыми руками было невозможно, решили угостить ее лакомствами со снотворным, получилось это тоже не сразу, животное явно нервничало, усыпленную скотину перевезли на новое место жительства, вполне комфортное для жизни. Работники фарм Санктуре опасались, что Бонни впадет в депрессию, от резкой смены обстановки, однако к всеобщему удивлению, она освоилась довольно, быстро и даже сдружилась с другими животными, которых, приютил приют. Бонни превзошла все ожидания, сказали сотрудники, не переживайте, здесь наша боевая подруга, проведет свою жизнь в мире, в окружении заботливых людей и любящего стада, своих сородичей. Бонни не единственная корова, нашедшая новый дом, поэтому скучать ей не придется. Примечательна судьба еще одной подопечной святилища. Корова Бэби практически ничего не видела, из ее глаз постоянно текли слезы, словно она плачет, по своей судьбе. Однако по словам директора фарм Санктуре Деп Девлин, приют, также принял ее на попечение, зная, что потребуется много усилий и хлопот, чтобы ухаживать за животным на протяжении всей ее жизни. Впрочем, несмотря на хорошие условия содержания, Бэби была невеселой, постоянно хандрила, плохо кушала. Ей было одиноко, ведь других коров в приюте не было. Кто-то из персонала подал идею, что если познакомить Бэби с другими животными, верной подругой стала свинка по кличке Лулу. У обоих была схожая судьба, их спасли от скотобойни. Дело было рискованным, непонятно, как поведут себя животные разных видов. К большому удовольствию сотрудников, Бэби и Лулу, сразу же подружились. Мы пытались подружить Бэби с другими животными, но это не помогало, пояснил один из смотрителей. Гармония сложилась только со свиньей. В последующие годы Лулу и Бэби были тесно связаны друг с другом. Работники в шутку стали называть Лулу свиньей-поводырем. Они демонстрировали дружбу, которая поражала всех, кто работал в святилище. Любопытна не только история коровы Бонни, но и неравнодушной женщины, которая приняла страдания телочке близко к сердцу, когда Бэби начала ходить в лес подкармливать чужую корову, особенно в снега и морозы, многие соседи думали, что она сошла с ума. В США это не принято, но она игнорировала общественное мнение и продолжала делать то, что в глубине души считала правильным. Какая разница, чье животное, если оно нуждается в тепле и заботе, тем более никаких законов она не нарушала, ибо не, посягала на частную собственность, с момента одомашнивания коровы играли значимую роль в жизни людей, от этих животных люди получали не только шкуры и мясо, но и ценное молоко, из которого в свою очередь изготавливали, питательные сыры, масло, сметану и сыворотку. Во многих культурах и религиях коровы почитались, как, священные животные, они были символом плодородия, и богатства, и покровительствовали роженицам и многодетным, мамам, коровы относятся к отряду жвачных травоядных животных, и входят в семейство полорогих, их близкими родственниками являются зубры, буйволы, и яки, которые до сих пор обитают в дикой природе. Продолжительность жизни коров составляет в среднем 15-20 лет, конечно мало кто из них умирает от старости, ведь, жизненный срок коровы зависит от человека, представители мясных пород и быков, непригодных, к воспроизведению, забивают в возрасте 1,5-3 лет, а молочных, самок отправляют на убой при снижении количества, надоя, это происходит, когда им исполняется 7-9 лет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также, подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.